Звенящие кедры Год спустя За этот год было проделано немало работы. Мы открываем новые горизонты. Недавно у нас появились друзья из Украины. К нам приезжали жители Украины. Было сформировано предложение по поводу дилерства на Украине. И со стороны Украины приходит огромное количество заявок и огромное количество людей, которые хотят стать дилерами. Наши украинские коллеги побывали в настоящей сибирской тайге. На производстве пожили в кедровом доме. Это удивительное место. Как сюда приезжаешь, сразу же ощущается такое спокойствие. Вот здесь прямо оно разливается такое. Спокойствие и благодать. Нам очень понравилась тайга. И мы даже подумали, что может быть получится, что где-то здесь будет наше родовое поместье. Очень благодарен за такую возможность посетить кедровый дом, тайгу, увидеть Сибирь. Это замечательное место, волшебное. Здесь я очень увидел, что люди очень хорошие, добрые, очень приятно. Мне очень нравятся люди, которые здесь находятся, которые здесь вот и работают на производстве, которые здесь занимаются разными вопросами. Потому что я чувствую, что вот очень душевно, по-доброму и радостно. Встреча прошла очень хорошо, на высшем уровне. Я считаю, что они уехали в полном восторге. Мы провели очередную встречу дилеров. Эта встреча была важным этапом в нашей работе. Вместе мы сильнее. Мы вдохновляем друг друга на новые идеи. Ставим новые задачи. Нам эти встречи нужны, чтобы обмениваться, чтобы наша скорость быстрее была. Чтобы не каждый в своем котле варился, а чтобы вот я, например, здесь столько почерпнул информации. Это сплачивает очень сильно команду, поднимает командный дух, заряжает. Заряжаемся все друг от друга энергетикой. И в частности приходим к чему-то новому. Как и любой механизм, обкатывается наш новый механизм. Притираются шестереночки, убираются лишние скрипы, лишние ограничения. Больше понимания между собой. Больше понимания сути нашей задачи, цели, миссии. Дилеры чувствуют себя одной единой командой. И все друг друга поддерживают. Все как одно единое целое. Но стало большее. В команде появилось много интересных людей. Дилеров становится все больше и больше, потому что люди хотят продвигать эту идею родовых поместьев. Хотят продвигать идею о здоровом образе жизни, здоровую продукцию среди населения своих городов. Новым дилерам я бы хотела пожелать веры прежде всего в себя, в свои силы. Все мы прилагаем усилия, и эти усилия, они, несомненно, воплотятся в результат. Многие поставленные цели уже достигнуты. Видны успехи у многих дилеров, как они растут, стараются. Расширяются отделы, наименования выросли в 2-3 раза. Это стояли в сортовых поместьях, продукции очень много. За год произошли действительно колоссальные изменения. Стала огромная команда дилеров, субдилеров. Появилось очень много продукции, в частности, экологически чисто из родовых поселений. Вот сейчас у меня складывается так, что мои программы, вот программа дилерства, она совпадает с программой тех людей, с которыми я работаю. И получается как бы двойной эффект. Я хочу что-то сделать, плюс этот человек уже делает, накладывается одно на второе, и программа развивается гораздо эффективнее, гораздо быстрее. После официальной части мы смогли отдохнуть в кедровом доме. Этот дом всегда открыт для гостей. Кедровый дом — это, конечно, чудо. Вот этот запах кедра, вот эта атмосфера. Я от картины, которая висит на стене, от картины была в большом восторге. Окна, через окна видно небо. Это замечательно, конечно, когда сидишь у камина и наблюдаешь небо, звезды вокруг себя, и дышишь вот этим кедровым воздухом. Ощущение незабываемое. Когда я зашла, у меня навернулись слезы. То есть, что я почувствовала? Я не знаю, что я почувствовала. Мне реально не хотелось оттуда уходить. Мне хотелось там сидеть, сидеть. Сколько сидеть, я не знаю, может быть год, может быть два, может быть вечность. Мне не хотелось оттуда спускаться. То есть, это настолько трогает. Зашли сразу, тот запах, этот дух витает, все из кедра. Замечательно, по-моему. Это экологическое направление, одно из первых таких в России на таком хорошем уровне. То, что здесь есть, это и очищение, это и набор энергии, здоровья, хорошего настроения. Здесь мы подышали таюжным воздухом. У каждого была возможность побыть наедине с природой. Я первый раз попал в тайгу. Ощущение какой-то непорочной чистоты и прозрачности. Начинаешь в этой атмосфере как-то сам очищаться. Как будто все какой-то негатив, все плохое, все просто уходит. Остаются только светлые мысли. Воздух, который здесь, он какой-то, я не знаю, мне кажется, даже его импетаться можно. Он какой-то насыщенный. Наверное, такая атмосфера, как здесь, наверное, должна быть и везде на нашей земле. В тайге мы построили небольшой домик, который готов приютить отправившихся на прогулку туристов. Здесь можно согреться, выпить горячего чая. В центре тайги мы построили небольшой кедровый домик. Это для того, чтобы следить за тайгой. И также, что люди, которые будут приезжать туда в туристическое направление, они также могут там и переночевать по своему собственному желанию, и провести время в этом домике. Дилеры побывали на производстве. То, что мы сегодня увидели, я бы назвал это уникальнейшим производством. Я твердо уверен, что производство кедрового масла лучше не только в России, но и в мире. Это можно смело об этом заявлять. Здесь деревянные прессы. Здесь используется ручной труд. Это действительно натуральное деревенское, настоящее экологическое предприятие. Здесь работает профессионал. Благодаря их мы употребляем качественное кедровое масло, высшего качества масла. На производстве здесь люди очень душевные, добрые, искренне замечательные. Каждый вкладывает в это дело частичку своей души. И поэтому это получает такое широкое распространение, когда это все несет любовь, свет. Мы открыты для всех. Мы готовы показать каждому, как создается наша уникальная продукция. Мы перенесли часть производственного процесса в кедровый дом. Это переборка ядра, что для меня очень имеет значимую часть. Изготовление кедрового масла сейчас находится в самом кедровом коде. Я считаю, что сама энергетика кедрового дома и сам воздух, все фитоциды, которые там находятся, они как-то влияют на это все. Дилеры сами приняли участие в выжимке кедрового масла. Это масло потом они забрали с собой. Человек, когда сам делает масло, он вкладывает в него свою энергию, свои мысли вкладывает. Оно более здоровое. Оно на вкус очень замечательное. У Сергея Мегрея и все производство, помимо, благодарность цингиевских покосов, организацию стопроцентного настоящего масла, целебного, который действительно в деревянном колесе. Умолчается, что аналогов к такому производству таких объемов нет в России. Я считаю, что это очень важно, что вкладывается именно душа. А вкладывая вот в производство кедрового масла эту душу, ну действительно несешь ей здоровье и все, что угодно. Также одним из наших достижений стала аренда участка тайги. Мы хотим создать примерный квартал, мы хотим там убраться, там очень много мусора в тайге. Есть валежник, собираемся все порасчищать. Сделать хотя бы один кусочек маленький, но сделать его чистым, аккуратным и примером для всего остального. На его территории будут посадки новых кедров, сделанные нашими гостями. И место, где была высадка вот сербы, мы поставим флаг, что здесь посадили сербы. Там где-то будет флаг России, и каждый будет знать свой саженец. Облагораживая даже небольшой участок тайги, мы стремимся сделать лес чище, сохранить его первозданную красоту. Предложение было саженца кедра сажать. Я очень рада тому, что я вижу, потому что само предложение вообще очищать лес от мусора, озеленять землю нашу. Сама идея, она очень светлая, и когда эта идея притворяется уже в делах, а не на словах, то это всегда радостно. За прошедший год мы многого добились, но знаем, что предстоит еще немало работы. Мы будем продолжать двигаться вперед. Мы несем саму идею в людях, то есть до тех людей, кто сами к этому не пришли. Мы помогаем им об этом узнать. Все, что производит компания, отличается от продукции других компаний, наверное, тем, что здесь нужная душа. Вот это очень важно. Не просто красиво, не просто вкусно, не просто полезно, а это нужная душа. Частичка души каждого человека. Уже сейчас оно воплощается. Видно, что очень много в нашем городе людей, которые прочитали книги, создают родовые книги. Кто остается в городе, жить, они стараются изменять город. Стараются изменить свой образ жизни, свое отношение. Изменить к своей семье, детям, близким, родным. Постоянные покупатели, которые употребляют нашу продукцию, они сами светлее становятся. Сама суть нашей мысли, вот этой вот творческой, позитивной, вот этой вот творящей, летящей нашей вот этой вот, они их питывают. Ну и замечательно. Идея должна процветать, она должна расширяться. Мы катализаторы развития этого являемся. Чем раньше человек осознает, как в этом мире жить, как жить на природе, как жить в гармонии с природой, дарить любовь, как создать семью, как вырастить детей, как насыпать детей. Земле станет райский сад. Мы верим в успех. Мы верим, что наше дело меняет окружающий мир в лучшую сторону. Делает его добрее, светлее, прекраснее. Вижу, что компания будет расти и процветать. И будет набирать и набирать обороты. Звенящие кедры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова